Добрый вечер! Те, что называются Торой еще микроэй-кодэш, и объяснению этого термина мы посвятили предыдущий урок, микроэй-кодэш, то есть это призывание святости, когда человек в назначенный день праздника призывает святость, особое воздействие свыше определяющей суть этого дня. Тора объяснила Тора, начинаем мы все праздники с праздника Песах, И после того, как разъясняется закон этого праздника, 23 глава в 9 стихе говорит Тора так «И сказал Бог Муши, говори сынам Израиля и скажи им, когда войдете в землю, которую я даю вам, и сожнете ее жатву, пронесите омер, первенок вашей жатвы Коин, и он свяжет вознесение омера перед Богом». Итак, программа. Сейчас еврейский народ находится в Синайской пустыне, им сказано, что когда вы придете в землю, которую обещал вам Всевышний, тогда первая жатва, а первая жатва, нужно знать, что в Средиземноморье прежде всего поспевает самая первая культура, которая поспевает, и, соответственно, первая жатва, это ячмень, и только потом уже пшеница. Стало быть, вот это самое первое, от первой жатвы, нужно принести сноб, который называют омер, принести его в храм и там из его муки сделать мучное подношение. И дальше сказано, вот, в день после того шаббата совершит им Коин Вознесение. Когда нужно приносить вот эту вот жертву, сноб, омера, сначала сказано, когда вы войдете в землю и сожнете ее жатой. Ну, это довольно расплывчато. Точная дата вторжения в Эрсисраэль пока еще в тот момент, когда была сказана эта запись, она еще пока не была определена. Я думаю, что дата, она более-менее известная, запланированная с самого начала. Но после вторжения нужно еще как-то организоваться, и вполне может быть, что время жатвы, это же тоже решение человека. Понятно, что есть тому предпосылки. Прежде всего, культура должна созреть, и с другой стороны, нельзя оставлять ее бесконечно на корню, нужно снимать, иначе можно ее потерять. Но в рамках этих вот границ все-таки человек решает, в какой день. И вот тогда Тора уточняет. В день после шаббата. В день после шаббата Коэн, священник, совершит вот этим снопом вознесение. И вы принесете в день вознесения омера, жертву, ягненка, беспорока, первогодка, в жертву возношения Богу, и вместе с ним его дар. Это две десятых эйфы тонкой муки, хорошо смешанной с маслой, в жертву Богу. Дополнительный здесь закон. Хлеб, каленые зерна и колосья не ешьте до этого дня, пока вы не принесли жертву вашему Богу. Это вечный закон для ваших поколений во всех местах вашего проживания. Это не просто день, в который приносится сноп первой жатвы, но и это должна быть по-настоящему первая жатва, в том плане, что до того, как она приносится, нельзя есть хлеб нового урожая. Старого урожая, пожалуйста, но нового урожая нельзя. Тем более встает вопрос, а когда же этот день? И отчитайте себе со следующего дня после этого шаббата, со дня принесения вами омера, будет семь полных недель. Очень известный отсчет омера, 49 дней, которые считают, от дня принесения омера и до праздника Шивот, 50-й день праздника Шивот. До следующего дня после седьмой недели отчитайте 50 дней и принесите новый дар Богу. Из ваших поселений принесите два хлеба, они должны быть из тонкой муки. Вот это уже два хлеба, как объясняет здесь Талмуд, имеется в виду, здесь хлеб уже пшеничный. За эти 50 дней между началом жатвы ячменя и началом жатвы пшеницы, эти 50 дней отчитайте, каждый день нужно отчитывать. И таким образом вот эти две точки сельскохозяйственного календаря, они определяют здесь этот вот своеобразный полупраздничный такой период после, начинается, после Песаха и до праздника Шивот. Ну и вот мы возвращаемся к вопросу, какой же это день. На первый взгляд Тора не объясняет, она говорит, Ламахарата Шаббат, после субботы. А какой субботы? Может быть, имеется в виду первая суббота после жатвы? Ну а жатву когда устраивает? Нет же жесткой даты для того, чтобы назначить на эту дату, обязательно вот начинается жатва. Я останавливаюсь на этом вопросе, потому что исторически известно, что этот вопрос вызвал в свое время большой спор, спор между Прушим и Здуким. Кто такие были Прушим, кто такие были Здуким? Это два крупных общественных движения, упомянутые и историками, такими как Иосиф Лавий, и в Талмуде у нас упомянуты. Прушим – это были люди, которые старались строго соблюдать законы Торы в соответствии с устной традицией, переданной из поколения в поколение. Мы знаем, что устная традиция, она объясняет Тору. Это не совсем так, а, как писал Равшим Шенфой Лиш, это совсем не так. А именно, устная Тора – это основа, как устная лекция. А затем есть ее краткая запись. Вот отношение устной Торы к письменной Торы подобно отношению устной лекции к ее краткой записи. Так что не устная лекция поясняет и комментирует краткую запись, а краткая запись попросту резюмирует очень кратко большую пространную устную лекцию. Так же и здесь. Так вот, верные устной традиции Прушим исполняли все так, как объясняет устная традиция. В отличие от них Цдукин – это было направление, которое, по крайней мере, в области, в отношении к Торе, они считали, что традиция – это, скорее всего, выдумка более поздних поколений. А Тору следует понимать только исходя из написанного текста. Как написано, так и понимаем. Прямо в лоб. Даже уже в теории понятно, что в тот момент, когда есть такой подход, что понимаем только прямо в лоб так, как написано, то с точки зрения практической будут большие проблемы. Да потому что, на самом деле, ни одного текста на свете буквально в лоб понимать нельзя. Любой текст всегда предусматривает использование в нем каких-то идиом, которые люди в соответствии с устной существующей культурой общения, речи и так далее знают, о чем идет речь. И человек, который попытается понимать это буквально, безусловно, если это будут какие-то конкретные указания, то будут у него серьезные проблемы. Точно так же и здесь. С Дукем по Никмали требовали понимать буквально. В какой день следует приносить сноп Омера, ле-махарата шаббат, сразу после шаббата, то есть воскресенье. Воскресенье, но в какое воскресенье, после какого шаббата? Ну вот, здесь уже сложности. Если по тексту и сказал Бог Мушек, говорится нам, Израиль, скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я даю вам. Очевидно, имеется в виду тогда. Если встать на позицию с Дукем, имеется в виду первая суббота после вторжения в Росисрае. И на следующий день после этой субботы принести Омер. А на следующий день, а на следующий год что мы будем делать? Первый год был год вторжения, хорошо, приняли, сделали. А на следующий год? Ну, может быть, имеется в виду первая суббота после начала жатвы. А кто определит, в какой день начинать жатву? Может быть, имеется в виду первая суббота после праздника Песах. Ведь перед этим, перед этим в предыдущем отрывке Торак говорила о празднике Песах. И тогда уже, ну, первая суббота после Песаха. На тот день месяца, на который уже придется. В отличие от Сдукин, Пружим говорили, что устная традиция утверждает, что упомянутое здесь слово «шаббат». На следующий день после шаббата, шаббат следует понимать не как суббота, а шаббат как день отдыха и покоя. А этот термин более широкий, чем суббота. Он включает в себя не только субботы, но и праздники. Стало быть, имеется в виду, если раньше перед этим Торак говорила о празднике Песах, стало быть, ламахарат и шаббат имеется в виду на следующий день после первого дня праздника Песах. Мными словами, первый день Холь Амоед Песах. Вот весь этот спор резюмирует в своем комментарии Рамбан. И пишет он так. Если предположить, что имеется в виду буквально, как и считали с Духим, на завтра, на следующий день после субботы, то осталось бы неизвестным и непонятным, о какой это субботе имеет, идет речь. И это одно из самых сильных доказательств, приводимых в Талмуде. То есть то, что Талмуд приводит, что мы вынуждены понимать... С одной стороны, у нас есть традиция. Но с другой стороны, эта традиция, она и сама собой разумеющаяся. То есть иначе понять практически невозможно. Ибо если, как говорит Талмуд, ты будешь настаивать на том, что слово шаббат здесь следует понимать буквально как суббота, тогда не ясно, о какой субботе идет речь. Более того, даже если мы примем позицию Дздукин, что имеется в виду первая суббота после праздника Шивот, но тогда же она может выпасть на самые разные дни месяца. День недели будет тот же самый, воскресенье. А вот день месяца будет разный. И получится, что у праздника Шивот нет строгой и постоянной даты по календарю. Праздник Шивот всегда будет 50-й день после второго дня Песоха. Будет 50-й день, начиная с воскресенья, первого воскресенья после Песоха. Воскресенье может быть и 16-го Ниссана, и 17-го Ниссана, и 18-го Ниссана. И тогда получится, что даты твердой и постоянной на календаре у праздника Шивот нет. А это нонсенс, очевидно. Да и в будущие годы люди не знали бы, когда следует начинать отчет. И у праздника Шивот не было бы постоянного срока. Но если мы принимаем позицию Круши, что вот это выражение «мимэхарата шаббат» означает «на завтра», после праздника, после Йомту, как наши наставники получили по традиции. Имеется в виду, что слово «шаббат» нужно понимать более широко как «отдых», как «покой», и поэтому оно применимо не только к субботам, но и к праздникам. И так действительно написано о празднике Суккот. «В первый день – покой», «бьемаришон» – шабатон, и в восьмой день – «бьемашмини» – шабатон, и в восьмой день – шабатон. Снова праздники обозначаются словом «шабатон». Правда. Не шабат, но шабатон. И об этом отдельно. То тогда все становится на место. Если мы посмотрим, как Тора здесь начинает. Сначала Тора велела, чтобы в первый месяц, первый месяц – месяц Ниссана. Почему Ниссан первый месяц? Ведь год-то начинается в Тишрей. Ответ. Рамбан обосновал это в своем комментарии книги «Шмот». Отсчет месяцев мы начинаем с самой важной даты в году. С исхода из Египта, когда еврейский народ и стал народом. Поэтому месяц исхода из Египта – он всегда первый. А следующий месяц – он второй после исхода из Египта. Третий после исхода из Египта. Подобно тому, как дни недели. У нас нет названий дни недели. Кстати, в Торе нет названий и месяцев тоже. Название еврейских месяцев – это более поздняя вещь. А в Торе есть только порядковый номер. Так на самом деле и дни недели. Есть первый день после субботы, второй день после субботы, третий после субботы и так далее. Так вот, сначала Тора поверила, чтобы в первый месяц отмечали праздник Мацы в течение семь дней. И Тора тут же объясняет. В первый день отдых – шабатон. И в седьмой день отдых – шабатон. И никакой работы не делаете. А затем сразу сказано, что вот когда мы вступим в землю, это закон, вот этот вот праздник Мацы, праздник Песар, он не зависит от того, где мы находимся. В Синайской пустыне, в Эр-С-Исраэль, или нас уже выгнали из Эр-С-Исраэля. Он всегда жестко. 14-го числа месяца Ниссан, первого месяца, приносится скальная жертва, если мы в Эр-С-Исраэле есть храм. 15-го числа – это первый день праздника – шабатон. Седьмой день после этого – шабатон. А вот когда мы вступим в Святую Землю, то следует на завтра, вот после этого шабатона, после этого самого отдыха, который упомянут в предыдущем стихе, принести Коину, священнику, принести сноб, сноб ячменных колоссиев для того, чтобы из него принесли жертву омера. И понятно, что эта заповедь относится именно к жесткому дню. Это всегда будет первый день холямоид, и тем самым праздник Шивот, который приходится на 50-й день после принесения омера, он тоже имеет четкую и постоянную дату календаря – 6-го числа месяца сева. Получается, в этой главе указывается, что отсчет начинают при начале жатвы ячменя и приносят вот эти самые первые колоссия от первого урожая в дар Богу, и с этим даром приносят жертву. Затем, завершив отчет к началу жатвы пшеницы, праздник Шивот приносит уже два хлеба, сделанные из пшеничной муки. Хотя бы два слова о значении вот этой заповеди. На следующий день после праздника Песах мы начинаем отчет. Смысл этого отчета объясняют комментаторы, подобно тому, как человек считает дни до важного события. Например, солдат считает дни до Дембеля, дети считают дни до дня рождения, сколько им осталось до дня рождения. Кто-то и считает. Невеста считает дни до свадьбы. Еврейскому народу поверено начать этот счет навстречу празднику Шивот. Праздник Шивот – день дрования Торы. Но то, что важно здесь обратить внимание, что этот отчет начинается на завтрашний день после Песаха. В Песах мы обрели свободу. Для всех народов мира обретение свободы и государственной независимости – это предел мечтаний. Вот к чему стремятся. К тому, чтобы быть свободными и независимыми. Как только это достигнуто, то обычно, начиная с этого момента, начинается иногда медленный, иногда быстрый процесс уже загнивания, стагнации. Но цель народа как народа – свободу и независимость. Еврейский народ обрел в праздник Песах, выйдя из Египта, он обрел и свободу, и независимость. Но с этой точки, которая является пределом мечтаний для других народов, с этой точки зрения, для еврейского народа – это только отправная точка. Отсюда он начинает считать. Да потому что свобода – это вещь замечательная. Но только свобода для чего? Ну дали тебе свободу, а что ты с ней будешь делать? До сих пор ты был не свободен. Тебе указывали – делай так, а так не делай. Тебе не позволяли того, не позволяли того. Ты был порабощен. Вышел на свободу. Все, свобода. Что хочу, то и ворочу. А что ты с ней будешь делать? А куда ты пойдешь? Для чего тебе свобода? Свобода дана от человека для того, чтобы реализовать что-то. А если у тебя нет этой цели, что ты реализовываешь, то свобода ради свободы превращается в конечном итоге. Нечто очень печальное. Поэтому еврейскому народу нужно было начать отчет. От второго дня после праздника Песах получили свободу. Замечательно. Что такое свобода? Это только средство. Это только отправная точка. А теперь идем к цели. Ради чего нам эта свобода? Свобода ради тех ценностей, которые мы получили на горе Сина и в Торе. В египетском родстве мы не могли их получить, потому что не могли бы их реализовать никогда. Нам просто бы не позволили, помешали бы. Но теперь, когда свобода есть, когда мы уже сами управляем, правим собой и сами решаем для себя, теперь мы можем наконец-то решить, что с этой свободой делать. Теперь мы можем принять на себя те самые ценности, те самые идеалы, те самые законы, которые были даны в день праздника Швобода. Поэтому, отмечают комментаторы, не случайно, в день, сразу после Песаха, приносится жертва, самые первые жатвы, а самые первые жатвы – ячмень. Ячмень, в основном, те, кто питается ячменем, это животные. Животных кормят на Ближнем Востоке, кормили на Ближнем Востоке ячменем. А что касается шивота, то в шивот приносят уже пшеничную муку. Два хлеба из пшеничной муки – это уже еда человека. Подняться от уровня примитивного, близкого к животным. Животное же тоже, на самом деле, свободно. Только тем и занимается, что удовлетворяет свои желания. Переход от этого уровня животного к уровню более возвышенному, человеческому, он и символизируется заменой жертвы. Сначала ячменная мука, а затем пшеничная. Читаем дальше. Подходим уже к концу отрывка о праздниках. И сказал Бог Муше. Говорится нам, Израиль, вот так. Седьмой месяц, в первый день месяца, будет у вас покой. Шабатон. Напоминание о трубном звуке. Призывание святости. Никакой работы не делайте. Приносите жертву Богу. И сказал Бог Муше. Ну, десятый день седьмого месяца – это день искупления. Йом Акипури. Изнуряйте ваши души и принесите жертву Богу. И никакой работы не делайте в этот самый день. Потому что это день искупления. Чтобы добиться искупления для вас перед Богом. Потому что всякая душа, которая не будет изнуряться в этот самый день, она будет искоренена из среды своего народа. И каждый человек, который будет делать какую-либо работу в этот самый день, я истреблю такую душу из среды ее народа. Итак, речь идет здесь о двух праздниках. Второй праздник Йом Акипури. Десятое число. Седьмого месяца. Седьмой месяц – это месяц Тишрей. И есть перед этим в первый день, задействование до этого, седьмой месяц в первый день. Это Йом Зихрон Труа. День напоминания или памяти о трубном звуке. И в этот день Шабатон. И в десятый день Шабатон. Вот мы хотели выяснить, что такое Шабатон. Вы видели, что слово Шабат, как прекращение работы и покой, в широком смысле этого слова, относится и к субботе, и к праздникам. А что такое Шабатон? Не Шабат, а Шабатон. Наверное, тоже, поскольку однокоренное слово, очевидно, тоже имеется в виду какой-то покой, какой-то отдых, какое-то прекращение. Но более точно, если можно. Арамбан поясняет так. Шабатон имеется в виду день прекращения трудов, предназначенный для отдыха. А в Талмуде сказано, говорят наши мудрецы, что Шабатон – это митсват асе. Это заповедь, повелевающая, предписывающая заповедь Туры. Получается, что тот, кто совершает работу в Йомту, например, человек в Йомту выходит на работу и работает продавцом в магазине 8 или 10 часов, трудится усердно, то он тем самым не только нарушает запрет, но и пренебрегает выполнением предписывающей заповеди. Есть запрет никакой работы не делать. Стало быть, человек, который делает работу в праздник, нарушает этот запрет. Помимо этого, то, что этот день назван Шабатон – отдых. Стало быть, человек, который не отдыхает, не покоится в этот день, он еще и нарушает предписывающую заповедь. А человек, который отстраняется, воздерживается от работы в праздник, то он тем самым выполняет… Понятно, что он не нарушает запрета, но это очевидно. А мало того, что он не нарушает запрета, он еще и выполняет тем самым предписывающую заповедь. И хотя здесь речь идет только об одном празднике, поскольку наши мудрецы говорят, что все праздники, они соотнесены друг с другом, то есть мы можем учить законы, упомянутые в одном празднике по отношению к другим, по принципу архетипа, то, что сказано здесь по поводу праздника, относятся ко всем абсолютно праздникам. Не только к упомянутым здесь праздником Песах и другим, но и ко всем остальным. Дальше Рамбан говорит, что в сборнике Медрашеев-Михельта он видел интересное объяснение, сказано в книге «Шмот». По поводу праздника Песах сказано так. «Семь дней ешьте мацун, а в первый день, это микрокодыш, призывание святости, и в седьмой день тоже, и будет у вас, и никакой работы не делайте в эти дни. И только то, что служит для пищи, можно делать в празднике». И говорят наши мудрецы, если сказано и после этого еще и соблюдайте этот день. Спрашивают мудрецы, для чего сказано соблюдайте этот день, перед этим уже сказано один раз, что не делать никакой работы. Говорят мудрецы, из этой строки можно было бы заключить, если то, что сказано делать никакой работы, что нельзя делать вещи, запрещенные в качестве милоход, работы, но не действия, нарушающие покой». Поясним это внимательно. «Коль милаха лотасу» – «Не делать милаха». Что такое милаха? Милаха – это не работа в обычном смысле этого слова. Работа не означает… Само слово «милаха» не означает попросту труд. «Милаха» – это женский род от слова «малах», посланник. И речь идет здесь о четко определенном списке из 39 категорий человеческой деятельности, в основном деятельность созидательная, которая запрещена Турой в субботы и праздники, как милаха. Речь идет в основном о таких действиях. Если мы внимательно изучим список из этих 39 действий, 39 категорий, которые дан в Устной Туре, то придем к выводу, что речь идет в основном о тех действиях, которые демонстрируют власть человека над природой, его творческую способность изменять окружающий мир, окружающую среду и ставить силы природы себе на службу. Это только общая идея, и эта общая идея обобщает тот список, который мы имеем в Устной Туре. А этот список строгий. То есть это не то, что мы высказали идею, что будем сейчас запрещать творческие работы, а потом начнем думать, а какие это работы будем считать творческими или нет. Все наоборот. Список из 39 работ в Устной Туре дан четкий и определенный. А мы уже, думая о том, какой может быть общий знаменатель у всех этих работ, предлагаем свое объяснение. С этой точки зрения, если человек в субботу решает сделать дома перестановку, переставить книжные шкафы с правой стенки на левую, и он будет двигать эти шкафы и переставлять книги, и вытирать пыль, а потом начнет подметать пол, а потом перекладывать вещи еще в кладовки, он не нарушил субботу никоим образом. Будь то суббота, он не нарушил субботу, будь то праздник, он не нарушил праздник. С точки зрения милоход, с точки зрения запрета на 39 видов работы, ни один из видов работы не включает в себя тот вид деятельности, о котором мы упомянули. Двигать шкафы, переносить книги, вытирать пыль и так далее. Хотя человек, может быть, трудился над этим 4-5 часов, весь взмок и устал, но милоход он не делал. Вот поэтому и говорит сборник Медоши Михильта. Никакой работы не делайте в эти дни. То, что сказано по поводу праздника Песах в книге Шмот в 12 главе. Из этой строки можно было бы заключить, что нельзя делать работы, то есть милоход. То, что запрещено в качестве милоха. Но не те вещи, которые нарушают покой, как мы и сказали. Человек не отдыхает, не покоится. Он передвигает тяжелые шкафы, приносит книги, вытирает пыль. Но ни одну из милоход он не нарушил. Вот для того, чтобы человек не занимался этим в субботы и праздники, и для этого сказано, соблюдайте этот день, чтобы распространить запрет Торы на действия, нарушающие покой. Только запрет здесь переводчик упомянул не точно. Это не запрет. А как объяснил Рамбан, это митсватасе, шабатон, швод, то есть отдыхай, покойся. Человек, который, теперь мы знаем, после того, как мудрецы указали, что есть здесь повелительные заповеди, теперь мы знаем, что человек, который двигает шкафы, переносит книги, вытирает пыль, устраивает порядок в своей кладовке и так далее, он не нарушил запрет Торы. Но он здесь не исполнил повелительные заповеди. Шабот, шабатон, отдыхай. Продолжает дальше Мехильта. Может быть и в холямуэт, то есть в полупраздничные дни между двумя праздниками, будет тоже запрещено совершать действия, нарушающие покой. Нет, на этот счет в Торе сказано. В первый день шабатон и в седьмой день шабатон. Первый день, имеющий статус емтов праздника, есть это повелительный заповедь шабатон. И в последний день тоже есть это повелительный заповедь шабатон. Но не в дни, которые между ними, не посередине в холямуэт. И словами Рамбана значение этой заповеди. И мне видится, что согласно вот этому Медрашу в Мехильте, Тора повелевает нам в емтов пребывать в покое, воздерживаться даже от деятельности, которая не является запрещенной и милохой работой. А иначе, если бы не было этой повелительной заповеди, мы могли бы проводить весь этот день, взвешивая плоды нашего урожая, перенося металлические изделия, наполняя бочки вином, перенося различные утвари из одной комнаты в другую. А если город еще окружен стеной, и ворота закрываются на ночь, то можно было бы и по городу таскать грузы, не только из одной комнаты в другую. Могли бы нагружать все на слов, переводить с места на место, доставляя в емтов вино, виноград, инжир, другие грузы на рынок. Рынок бурлил бы от обилия покупателей и продавцов. Покупать, продавать. С точки зрения милоходцев, с точки зрения 39 категорий запрещенных, как милоха, нет запрета торговать. Магазины были бы открыты, меняло бы сидело за своим столом, на нем были бы рассыпаны золотые монеты, рабочие вставали бы с позаранку, чтобы подрядиться на выгодную работу, только разрешенную в емтов тогда было бы. Как быть грузчиками, грузить, устраивать. Все это происходило бы не только в празднике, да и в субботы тоже, так как перечисленные виды деятельности не запрещены торой в качестве милоха, в качестве работы. Вот поэтому в торе сказано, пусть будет у вас покой, шабатон, чтобы праздники действительно были днями отдыха и покоя, а не днями кропотливого труда. Вот это замечательное толкование, которое в трамбане я нашел в Михилите. Резюмирую. Получается, что в шаббат? Человек, который делает одну из 39 запрещенных милохов. Например, зажигает огонь, пашет, сеет, пишет, стирает и так далее, то он нарушает этот смертный грех. Это запрещено делать под страхом смерти. Есть здесь запрет, который карается смертью. И плюс к тому, если он это делает, он нарушает здесь этот самый запрет, как смертный грех. И плюс к тому еще он предписывающую заповедь нарушает. В Йомтов, в Йомтов тоже есть запрет на 39 милоход, за исключением того, что нужно для изготовления пищи. Это отдельная тема. Но в Йомтов это не смертный грех. Есть запрет и повелительная заповедь, которая предписывает воздерживаться от любых трудов. И об этом сказано у пророка Ишаял. Если ты воздержишься в субботу от выполнения своих дел, в мой святой день, и назовешь субботу отрадой, и почтишь ее, не следуя своими будничными путями, не отыскивая себе дела, не говоря о них, вот тогда ты будешь наслаждаться Богом. Настоящее наслаждение субботой и праздниками. А суть субботы и праздника – это приближение человека. Богу. Настоящее это наслаждение возможно в той мере, в которой человек делает субботу и праздники покоем. То есть не говоря уже о том, что он не нарушает их, делая одну из 39 милоход, но и он полностью отказывается от трудов, нарушающих покой. Рамбан приводит это объяснение в комментарии к Тори. Но Пускин, говоря о различных логических вопросах, цитирует это мнение и основывает на нем целый ряд логических решений. Первое такое решение, которое я видел, основанное на вот этих словах Рамбана, сделал в середине 19 века «Хатам Суфер», когда его спросили, может ли человек ездить на поезде в субботу. Белес он купил заранее, и зашел он в поезд заранее, но поезд, как тогда в 19 веке, едет медленно и продолжает он ехать. И в субботу тоже человек сидит в вагоне, в купе. Обязан ли он выйти перед началом субботы из поезда, или может ли он продолжать свой путь на поезде. С точки зрения мелоход-шаббат человек сам ничего не делает. Попусту сидит в купе. Более того, нельзя сказать, что машинист, который ведет паровоз и кочегар, которые закидывают уголь в топку, делает это ради того самого еврея, который сидит в вагоне третьего класса в пятом купе. В этом поезде полно-полно неевреев, большинство неевреев, поэтому нельзя здесь сказать, что осуществляется работа неевреем ради евреев, что тоже запрещено. Вместе с тем Хатам Суфер считает недопустимым ездить на поезде в субботу. Почему? Прежде всего, потому, что человек, который сидит в вагоне поезда, он трясется. В особенности, если вспомним, поезда в середине 19 века это не совсем те комфортабельные поезда, которые есть сегодня, это достаточно много тряски. Но и в комфортабельных поездах сегодня это тоже достаточно тряска. Есть, по крайней мере, люди, которые не в состоянии заснуть в поездах. Есть люди, которые, наоборот, очень любят спать в поездах, но есть люди, которые не способны заснуть в поезде. Вместо того, чтобы отдыхать, как говорит здесь Рамбан, что есть заповедь, шабатон, швод, то есть, чтобы был у тебя покой в этот день, вместо этого человек сидит в своем купе или на своей скамейке, трясется, не в состоянии вести образ жизни, который он вел бы, если бы был дома в субботу со всем тем, что окружает еврея в субботу. И поэтому, хотя не нарушается ни один запрет, но повелительная заповедь шабатон, отдыхать, она требует не ездить в субботу на поезде. Так писал Хатам Суфер в средине 19 века. Нужно сказать, в наше время это его решение цитировали некоторые, пуским, которые говорили о возможности кататься на велосипеде в субботу. Потому что с точки зрения мелохода, человек, который катается на велосипеде, не нарушает ни одну из 39 запрещенных мелоход. Вместе с тем, говорят пуским, безусловно, это подходит к тому, что говорит Хатам Суфер о поезде. Более того, понятно, что сидеть в купе поезда на самом деле куда ближе к отдыху, чем кататься на велосипеде. Катаясь на велосипеде, человек не только трясется, но еще хорошо-хорошо работает, по крайней мере, ногами, а иногда еще и руками тоже. Так что с этой точки зрения получается, что заповедь повелительная Шабатон противоречит катанию на велосипеде в субботу и в праздники. Ну и теперь еще несколько слов о самих этих праздниках. Итак, есть день искупления, Йома Кипурим, день, в который Всевышний дает нам возможность искупить свои грехи, а перед этим седьмой день, первый день месяца, напоминание о трубном звуке. А что это за праздник? Написано праздник, микрокодыш, призываем святость, а название этого праздника, а суть? Написано Зикрон Труа, это день напоминания о трубном звуке. Ну а по сути в чем здесь дело? Рамбан снова мы обращаемся к Рамбану, пишет так. Но поскольку этот праздник в первый день того же месяца, что и Йома Кипур, за десять дней до дня искупления грехов, можно заключить, что в этот день Творец мира судит народы. Это день суда. И так действительно говорит устная традиция, что день Рожь Ашана, начало года, это день, в который Всевышний садится на свой трон в качестве праведного судьи, решает судьбу каждого человека, а затем в течение десяти дней есть возможность исправиться, пока не будет вынесено окончательное решение, скрепленное печатью в десятый день седьмого месяца въем Акипури. То есть к тому, что первый день месяца это день суда, мы приходим из того, что десятый день этого месяца день искупления, в который можно получить прощение своих грехов. ученик ученика Рамбана Ран Рабин Нисим продолжает эту мысль, говорит, что мы находим это подтверждение тому, что первый день седьмого месяца это день суда, находим это и в различных высказываниях наших мудрецов. Только напомним, что каждый из праздников зафиксировался на определенной дате благодаря тому, что в день, вот в этот самый день произошло значительное событие, такое, которое привело в этот день большой свет свыше, воздействие от Всевышнего. И вот это воздействие, оно фиксируется на этом дне. И каждый раз, когда мы проделав годичный виток, возвращаемся к этой дате, то мы возвращаемся к тому же самому свету. Об этом мы подробно говорили на предыдущем уроке. Так вот, если есть первый день седьмого месяца, который есть праздник, то прежде всего нужно посмотреть, а какое событие произошло в этот день, что определило его. В молитвах народ и жена в этот первый день седьмого месяца, мы говорим «За йом тхилат ма сеха зикарон ла йом решу». Этот день, день начала твоих действий, память о самом первом дне, самый первый день, самый первый день творения, мир был создан в этот самый день? Нет. человек был создан в этот самый день, во-первых, мир не может быть создан в какой-то определенный день, потому что создание мира означает прежде всего создание, не прежде всего, но в какой-то определенной стадии создания времени, до этого времени нет, поэтому нельзя сказать, в какой-то день был создан мир. Можно говорить только ретроактивно в соответствии с положением звезд, что если мы знаем, и об этом у нас есть традиция, что человек был создан, он был создан в пятницу, то есть в шестой день творения, и в этот же самый день пришлось первое новолуние, в первый раз было новолуние, начало месяца, а по тому, где было солнце, в каком из знаков зодиака, в каком из созвездий было солнце, то можно было еще и судить о состоянии и о этой дате и рассчитать, когда же, каково было положение звезд в самый первый момент творения, в самый первый момент создания. Вот так и получается, что дата, таким образом, вычисленная по звездам создания мира, это 25 число месяца иллю, а первое число месяца Тишрей, седьмого месяца, приходится на пятницу, и в этот самый день был создан первый человек. Стало быть, вот он, этот первый день. И что произошло в этот самый первый день? человек был создан в самый первый день, к полудню, к шести часам, по прошествии шести часов от двенадцати часов светлого дня человек был уже готов, как полуфабрикат. В седьмой час творец вселил в него душу, в восьмой поместил его в Эденском саду, говорят не есть от древа познания. В десятом часу первый человек не удержался, не выдержал своего испытания и съел, приступил заповедь. В одиннадцатом часу он был судим, Всевышний судил ему. А в двенадцатый вынес ему милосердный приговор. Что значит, милосердный приговор? На самом деле приговор был достаточно суровый. Во-первых, его выгнали из Эденского сада. Во-вторых, ему было сказано, что отныне он становится смертным. Какой же милосердный приговор? Смертным да, но он не умер тотчас же. Он стал смертным, но смерть придет к нему еще через сотни и сотни лет. Таким образом, ему было дана возможность, ему было дано время и возможность для того, чтобы исправить этот свой грех. Вот это и есть милосердный приговор. И говорят мудрецы, психте. И тогда сказал Бог Адаму, это знак не только для тебя, но и знак для твоих потомков. Как ты стоял передо мной на суде, как ты был судим мной и вышел помилованным, то есть получил смягченный приговор, который дал возможность продолжать существовать, так и в будущем твои сыновья будут стоять передо мной в этот самый день по календарю, будут судимы мной в этот самый день и будут получать милосердный приговор. Вот это. То есть, то, что Всевышний назначает ежегодный суд над всеми людьми в первый день седьмого месяца, это потому, что в этот день, этот день он обозначен милосердием. Рахамим. Что такое милосердие? Милосердие – это русское слово, которое, мягко говоря, не выражает значение еврейского оригинала. Рахамим – это означает дать человеку вторую попытку, дать ему возможность исправления. Не судить его строго на месте, а дать время и шанс на исправление. Это и есть Рахамим. Стало быть, суд? Да, конечно, суд. Ибо в самый первый день создания человека он отметился судом, и отныне суд неизбежно связан каждый год, когда мы совершаем годовой виток и приходим на станцию первого числа месяца Тишрей, это день суда, встать, суд идет. Но это суд, как объясняет Рамбан в дальнейшем, дин бирахамим, это суд с милосердием. А через десять дней Йома Кипурим, день всепрощения, это, говорит Рамбан, это рахамим, бедин, это милосердие, но по справедливости. То есть, это не милосердие, как понимают некоторые люди, Бог простит, Бог не прощает. Даже в день искупления греха, это означает, дается возможность его исправить. Как исправить? Нужно прежде всего прекратить этот грех, прекратить грешить. Затем необходимо очень важное, самое, пожалуй, здесь важное, это сожаление о том, что был сделан грех, то есть искоренение того желания, которое привело к этому греху и принятие обязательства в дальнейшем никогда, никогда, ни при каких условиях к этому не возвращаться. Все это человек выражает в Йом-Кипур еще и виду, и то есть он в этом еще и признается в молитве, говорит об этом словами, что он совершил грех такой-то, что он сожалеет о том, что он его сделал. Если бы была только возможность вернуться в прошлое на машине времени, он бы теперь так не поступил, он принимает обязательства больше никогда так не делать. И все это говорит в молитве. Это день искупления Йом-Кипурим Рахамим, это милосердие, возможность искупления Бедин по справедливости, по закону. Ну и закончим 33-м стихом. Бог говорит мужу, говорится нам Израиля в 15-й день этого седьмого месяца семидневный праздник Суккот Богу. В первый день призвания святости, не делайте никакой работы, а в 15-й день седьмого месяца, когда вы собираете плоды земли, семь дней празднуете праздник Бога. В первый день покой и восьмой день покой. Праздник Суккот. Наши мудрецы говорят, что праздник Суккот шалашей в память о шалашах, в которых Всевышний поселил еврейский народ при выходе из Египта. Есть мнение, что имеется в виду шалаши, так просто не понимать шалаши, то есть находясь в пустыне, когда жарко, солнце безжалостно греет, спасались от зноя в шалашах. Второе мнение Рабиакивы, что имеется в виду Ананека, имеется в виду облака славы, которыми Всевышний окружил еврейский народ, отделяя его от всего остального мира. Не только от зноя, но и от всего. Некоторые комментаторы спрашивают, как же так, но если это действительно праздник, связанный с появлением облаков, так облака эти появились при выходе из Египта, то есть 15-го Несана. Это день Петсах. Почему же мы тогда празднуем праздник Суккот через полгода, хотя появление облаков совсем сюда не относится? Мы же говорили, что каждый из праздников, суть его зависит от того воздействия, которое зафиксировалось на этой дате. Если это воздействие появления облаков, которые окружают человека со всех сторон и отделяют его от всего остального мира, так оно связано с датой 15-го Несана, а не 15-е число месяца Тишрей. Виленский Гаон ответил на этот вопрос следующим образом. Действительно, облака появились 15-го Несана, но только затем они ушли. И произошло это, когда еврейский народ в пустыне после дарования Торы сделал золотого телца. И только после того, как телец был уничтожен, и люди сожалели о том, что они сделали, и просили прощения, и муж и молился 40 дней на горе Синай, и началось исправление греха, вот только после этого когда завершился последний 40-й день этой молитвы, который пришелся на 10-е число месяца Тишрей, тогда Всевышний сказал Муше, Салахтики двореха, я простил им по твоей просьбе. И в этот день Муше спустился с горы Синай, в руках у него были новые скрижали с 10-ю заповедями, и в этот день он повелел начать строительство Мишкана. Стали собирать материалы для строительства Мишкана, и наконец в тот самый день, когда началась работа по строительству Мишкана, то облака Славы вернулись. Таким образом, это праздник не появления облаков Славы, а возвращения облаков Славы. Это праздник не праведников, а это праздник Баалей-Тшува, праздник исправившихся грешников. И он как нельзя более подходит общему движению по циклу календаря. Первого числа месяца Тишрей суд, подобно тому суду, который был первого человека у Адама, десятого числа месяца Тишрей искупление и прощение грехов, и теперь прощенные и исправившиеся грешники, а исправившиеся грешники, это как там русская пословица говорит, жить крещеный, что вор прощенный. Прощенный вор, он прощенный вор, но в любую минуту может испортиться снова. Поэтому для исправившихся и прощенных грешников моментально их окутывают эти самые облака славы, окутывают их сука для того, чтобы отделить от всего остального мира и сохранить их в том самом грехи, которые хотят начать новую жизнь. Игорь Негода, Игорь Негода, Продолжение следует...